привет мои дорогие подписчики привет всем тем кто только подключается к моему каналу мы шьем вместе я даю какие-то советы рассказываю о своих каких-то новых бывают очень сложных проектах в общем делаем все то что связано с модой с пошивом с тканями и даже смехом и кожей вот сегодня у меня такой необычный будет даже не мастер-класса ну и мастер-классы видео так скажем а я сегодня буду отшивать вот пару таких оригинальных съемных манжет выполнены из хлопка посмотрите какой бант сбоку он притачивается к основе манжета я сейчас его раскрою и покажу вам вы знаете вообще очень оригинальная идея даже не могла бы подумать что такую манжету можно использовать как отдельный элемент да вот сейчас свадебный сезон и даже если одеть на одну руку с какой-то такой легкой блузочка вот такую манжетку это будет смотреться просто шикарно просто шикарно и ну скажем так вы привлечете к себе внимание привлечете к себе внимание ну а также этот манжет можно одевать на любую блузочку сверху пристегивается на кнопочку я разворачиваю его и показываю вам состоит эта манжеточка из трех деталей детали все очень простые основа манжета вверх манжета и сама завязочка бант сама завязочка бант но мне для этого что понадобится конечно же мне понадобится детали по которым я буду кроить я сегодня буду делать без банта а сам хлопок но у меня уже манжеты раскроены вот раскроены и конечно же пожестче дублеринчик надо взять для того чтобы была более жесткая форма ну и кнопочки для того чтобы пристегивалась но это мелочи но тоже очень важно все теперь я знаете быстро пробегусь по лекану значит смотрите у меня основа манжета складывается пополам то есть она кроится со сгибом давайте я вам быстренько скажу ширину и длину это на 44 46 смотрите говорю сразу с припуском припуск 0 75 20 сантиметров ширину и в длину 23 с половиной но я бы сделала чуть побольше я бы сделала 24 даже 25 верхняя часть ну верхняя часть вот видите да она имеет немножко небольшой такой прогибчик внизу неё длина у верхней части детали манжета внизу длина 22 сантиметра даже 22 с половиной теперь где у нас будет с вами сгиб с одной стороны обязательно должен быть сгиб и уголочку он более такой ну скажем так видите прямой угол прямой угол вот как бы вверх вы сделаете прямой угол и ширина здесь у нас получается 9 с половиной а с другой стороны у нас ширина 10 с половиной 10 с половиной ну и соответственно длина манжеты вверху 29 сантиметров я думаю построить такое лекала по моим параметрам очень легко и очень быстро ну и про банк 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 имеет вот такую тоже прямую полосочку а значит получается у нас длина 25 и 5 это без припуска если с припуском прибавлять полтора сантиметра и ширина 66 сантиметров 6 сантиметров но учитывайте что это сгиб и прибавляйте припуск на обработку то есть я думаю вы тут сориентируетесь все в принципе все то что нам надо для манжеты вырезаем и дублируем все части все части ну пока значит я дублирую просто хочу вам показать вот в предыдущем видео я показывала вам одну из идей модной современной блузки в стиле 90 вот ее я уже отшила говорила вам про супатную застежку в предыдущем видео как я ее делаю кстати посмотрите вот это видео она вам очень может пригодиться кстати да потом вот так вот я отстрачиваю стоечку вот так вот я отстрачиваю стоечку здесь у нас накладной кармашек идет обычный простой да но самое интересное что в этой блузке это конечно рукава узнаете все вроде бы просто но рукава вообще конечно просто супер вот вот такие четыре привлекательных защипа ткань видите кроится по косой и конечно же мы здесь учли рисуночек все да то есть рисунок обязательно должен состыковываться и сам не с рукава вот видите он какой он у нас застегивается на четыре пуговицы на 4 пуговицы вот здесь вот и как бы получается что его можно ну скажем так носить как в развернутом виде то есть он будет свободный такой как рубаха вот и зауженный и зауженный такой рукавчик то есть вот такая вот блузочка у нас получилось вроде бы все просто но в то же время оригинально за счет наверно рисунка за счет кроя полоски до по косой и за счет конечно рукава ну все побежала я дальше вам показывать как делать манжеты и так еще собираем манжеты начиная с верхней части скажем так с ребер с ребер то есть самых коротких сторон стачиваем с одной стороны и с другой стороны две детали так как у нас два манжета строчку я делаю 075 05 сантиметра чтобы мне не подрезать обязательно прослеживаю тот момент чтобы у меня срезы совпадали потому что когда мы будем выворачивать манжет особенно белый хлопок все припуски будут видны при утюжке то есть это тоже как бы надо учитывать вот такие вот вроде бы маленькие моменты да но они очень важны при работе так чтобы все совпало вот одну деталь мы сделали с двух сторон и сейчас быстренько вторую деталь и так после небольшой утюжки видите у меня ребра все заутюжены по шву с двух сторон вот теперь смотрите как сделать обработать вернее красиво вот эти уголочки чтобы они были уголочками они вот знаете бывает смотрю других прямо вот нету этого уголочка нету прямого уголочка это очень важно есть маленькие секреты для обработки смотрите что мы делаем мы переворачиваем выворачиваем значит нашу верхнюю часть манжеты на изнаночную сторону и теперь сгиб сгиб мы отворачиваем на любую сторону ну я наверх обычно со стороны которые я буду стачивать теперь верхний срез вот отвернула я сгибчик выкладываю под машину опять не забываем про то чтобы у нас срезы все совместились делаем закрепочку обязательно закрепочку и стачиваем по верхнему срезу доходим до следующего среза и таким же образом переворачиваем шов наверх доходим до конца вернее не переворачиваем а отворачиваем также делаем закрепку убираем из-под машины и вот эти уголки я никогда не срезаю их не надо срезать просто лишние ниточки убираем и все что мы делаем дальше у меня есть вот такие вот видите остренькие плоскогубцы они мне понадобятся палец беру под самый уголочек и выворачиваю на лицевую сторону плоскогубчики я просто захватываю там срез до и я его потихонечку потихонечку выталкиваю на лицо и формирую уже свой уголочек можно конечно использовать иглу если не получается но я не буду я все таки вот хорошо мы сейчас так вывернем сформируем вот видите и у меня получился уголочек то же самое мы проделываем с другой стороны поддеваем плоскогубцами срез и этот уголочек он сам выталкивается чтобы он был ровный прямой немножечко тут у меня не получилось нет первый манжет у меня вообще просто сразу получился начинаю съемку что-нибудь идет не так а хочется то ведь показать нет этот уголочек я сейчас переделаю все таки что-то он меня напрягает но покажу вам вот первый манжет который я сделала то есть вот уголочек у меня и вот второй видите он прямой он прямой вот таким вот способом простым в принципе можно аккуратненько сделать наши уголочки причем везде даже на воротничка сейчас буду делать 2 не нравится мне сейчас немножечко переделаю все сейчас сейчас осталось приточать верхнюю часть к самому манжету и в принципе все вот один манжет я уже сделала практически сделала осталось только вот здесь строчку как бы закрепительную сделать и все как я это делаю верхняя часть у нас уже готова не забывайте про асимметрию потому что манжета у вас должны быть как бы друг другу в зеркальном отображении накладываем людей складываем лицевыми лицевые стороны самого манжета и верхней части и скалываем иголочками у меня припуск 075 скалываем иголочками и стачиваем на 05075 не забываем соединять срезы также делать закрепительные строчки скалываем 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 кэр скалываем вот в принципе вы знаете здесь точно такая же обработка как допустим вы обрабатываете воротничок со стойкой вот тоже самое принципе кто знает технологию ну тому и в общем-то не придется долго думать как что к чему вот все вот видите мы соединили еще раз я перепроверяю да все вот они у меня в зеркальном отображении теперь я складываю манжет пополам и уже стачиваю короткие срезы у самого манжета но при этом при этом вот где я уже сначала верхнюю часть к нижней части вот этот припуск я точно также отгибаю на изнаночную сторону точно также отгибаю на изнаночную сторону потом вы увидите почему я это сделала все с одной стороны и точно также все делаем с другой стороны конечно что я хочу сказать везде нужен ну хотя бы небольшой опыт но учиться я всегда повторяю эти слова никогда не поздно в любом возрасте можно научиться элементарным скажем швейным хитростям особенно в принципе в технологии главное понимать что с чем соединять так и все развалились ну ладно это не суть все я сначала короткие стороны теперь где моя где мои любимые плоскогубцы я даже не знаю понадобится не менее нет понадобится выворачиваем уголки что не очень что вернее очень важно да все и вторую половиночку сейчас мы с вами сделаем отличненько теперь пойду немножечко я поутюжу все и буду делать закладку с изнаночной стороны последнего среза манжеты и последний шов которая сделала является закрепительным вот я сначала заметала этот припуск то есть завернула его и просто про металла вот красная ниточка это все видно и уже с лицевой стороны манжета дала строчку прямо вот шов то есть вот здесь вот с лица у меня строчка идет попадая шов а с изнаночки у меня идет строчка прямо поверх манжета сейчас это за все про утюжу мои две манжеточки поставлю кнопочки беленькие и в принципе можно одевать и носить и в конце видео я хочу познакомить вас уже с новой моделью нашей футболочкой с вышивкой букет васильков она уже есть у нас в продаже в магазине вот такая вот футболочка красивая вышивка в нежно-пудровом цвете ну и конечно же мы как всегда украсили небольшим таким декором это маленькие такие цветочки кружевные из хлопкового кружева здесь размерный ряд мы работаем со всей россией со всеми регионами даже с европой так что если кому интересно посмотреть нашу коллекцию футболочек с вышивкой то заходите переходите по ссылке внизу под видео и смотрите на этом я хочу закончить всем желаю хорошего настроения удачи во всем и как говорится до новых встреч всем пока